И к другим темам. Чтобы не было беды, на Сургутском заводе стабилизации конденсата прошли показательные учения о ликвидации последствий условной аварии. Демонстрация возможностей спасательный бригад проходила в рамках подведения итогов пятилетней работы предприятия «Газпромпереработка». Кстати, на ликвидацию аварии потребовалось не менее, менее 15 минут. Ничто не предвещало беды, как вдруг звучит сигнал тревоги, и эти бензовозы немедленно покидают опасную зону. Практически через минуту все спасательные службы на ногах. Еще мгновение, и огнеборцы уже на месте происшествия. Сценарий условно-чрезвычайной ситуации – разгерметизация оборудования на наливной станции, как результат обширный разлив нефтепродуктов, загазованность, но, к счастью, без пожара, о последствиях которого лучше даже не фантазировать. В репетиции за штатной сцены принимало участие в общей сложности 20 специалистов. Пожарная техника, скорая помощь, человеческие ресурсы – абсолютно все базируется в пределах заводской территории. Самыми первыми прибыли газоспасатели. Время составило 2 минуты, по-моему, 20 секунд. Далее пожарные, ну и штаб был уже через 10 минут на месте создан. Эти пятеро стоящих в ряд бойцов в новенькой яркой форме – газоспасатели. У них, пожалуй, главная и самая опасная миссия в ликвидации ЧАЭС. Нужно как можно быстрее провести газовую разведку, выяснить масштабы разлива нефтепродуктов, определить свои действия и принять меры. Что и было сделано, условную утечку нефтепродуктов прекратили, перекрыв задвижку. Обошлось и без пострадавших. Учения прошли быстро, действия всех оперативных служб выглядели четко и слаженно, как хорошо отрепетированный номер. Все оказались дисциплинированы, в том числе вы. Вы не вышли за газованность и вас не унесли на носилках. Такая профилактика на заводе проходит ежемесячно, причем график тренировок расписан на весь год. Сургутский ЗСК относится к категории опасных производственных объектов. Ведь за сутки в обращении находится до 100 тысяч тонн нефтепродуктов. И масштабы техногенной катастрофы могут быть весьма катастрофичны. Прежде всего для жизни и здоровья людей. Безопасность человека, требования не только закона, это еще и первоочередная политика Газпрома.